Давайте, собственно, с этого и начнем. А почему бы нам с этого и не начать? Давайте я немножечко уеду вбок, и мы включим демонстрацию экрана. Теперь вам виден мой экран. Я даже сделаю экран чуть-чуть покрупнее, чтобы вам было еще лучше видно, да, то есть максимально хорошо видно, особенно для тех, кто на телефоне. Это моя страница ВК с компьютера. То есть вообще на самом деле с компьютера удобно очень работать. На телефоне я тоже покажу, не переживайте. И вот здесь у меня в правом верхнем углу есть иконка. Я установил расширение. У вас на портале есть ссылка на установку расширения. Это для компьютера. С мобила там просто ссылка. И вот так выглядит мой интерфейс управления. Здесь я управляю абсолютно всеми функциями ВК Босс. Также на моей странице ВК появляются дополнительные иконки. Это все иконки для быстрого управления. То есть все максимально быстро и удобно. Любовь запись будет. Так, вот давайте вот, пожалуйста, без этого. Что значит резину тяну? Если, давайте так, давайте решим. Либо я отвечаю на все ваши вопросы, либо не отвечаю. Вот тут есть кандидаты, которые говорят, что я тяну резину. Вы определитесь, пожалуйста, в каком темпе мне рассказывать. Я могу вам давать материал, но не обращать внимания на то, что вы пишете, на ваше мнение, на ваши пожелания и на ваш уровень. Могу ориентироваться только на то, что посчитаю нужным рассказать. Ну, то есть давайте как-то быть более уважительными. Не ставьте вот такую позицию. Что нам нужно сделать касательно первой настройки? Первая настройка крайне важна. Вам нужно понять, для чего вы настраиваете продукт. Если вы создали только сейчас страницу, это относится как раз к безопасности, то окей, я вижу, не отвечать на вопросы. Все, на вопросы я не отвечаю, чат не читаю, просто иду текстом, не обращая внимания на ваши комментарии. Хорошо. Как пожелает публика, я на вашей стороне. Значит, первая настройка очень важна. Вам нужно ориентироваться, для чего вам нужен ВК-босс. Если вы недавно начали деятельность ВК-босс, и у вас пустая страничка, и на ней абсолютно ничего нету, это пустая страничка, у вас одна там аватарка и пару постов, больше ничего нету, как вы не стараетесь, как вы не настраиваете ВК-босс, результата это практически не принесет. Это будет иметь маленький КПД. Мы, соответственно, хотим применять на вас кейсы, которые позволяют вам увеличить этот КПД, то есть сделать максимальную конверсию. Хорошая конверсия, если вы в месяц получаете примерно 60 лидов на вашу страницу. Да, это реальные показатели, это те люди, которые прорабатывают свою страницу по нашим инструкциям, они получают в среднем 30, 60, 100 и даже больше лидов на свою страницу. Такой уровень мы хотим и принести к вам. Поэтому, для наглядности, вы можете скинуть сейчас в чат просто, кто хочет, свои ссылочки на страницу, и мы на примере посмотрим, что на этих страницах работает, как на них надо настраивать ВК-босс, и стоит ли вообще к ним подключать ВК-босс. Посмотрим, я посмотрю на ваши страницы глазами посетителей, которые заходят на вашу страницу. Вообще, возможности ВК-босс, они достаточно простые. Для всех ВК-босс работает одинаково. Он приводит, то есть он создает в месяц примерно 10 тысяч касаний с вашей аудиторией. И из этих 10 тысяч касаний какая-то часть аудитории заходит на вашу страницу. Предположим, это тысяча людей. У всех по-разному. Это надо смотреть по аналитике. Примерно тысяча человек заходит на вашу страницу. И от того, как вы проработали свою страницу, будет зависеть, сколько из этой тысячи людей, люди станут вашими лидами. Понимаете, да, механику? То есть, немножечко обрежем. Вам дается примерно тысяча человек каждый месяц при помощи ВК-босс, если вы настраиваете все верно. И дальше уже от ваших действий зависит, кто из этих тысячи человек останется с вами. Это может быть один человек. Или это может быть 100 человек. 200, 300, 400, 500. То есть, от вас уже будет зависеть, сколько лидов вы получите. Кто хочет, чтобы мы посмотрели страницы, скидывайте ссылочки на ваши страницы ВК. И мы их будем смотреть в прямом эфире. И я буду уже на примере приводить примере. Да, то есть, я понимаю, что сложно сразу понять весь принцип работы. На примере гораздо удобнее, поэтому истесняйтесь, скидывайте страницы. Даже если у вас чистая страница, мы можем на примере разобрать, потому что наверняка есть люди, у кого есть чистая страница. Запись, еще раз повторяю, будет. Собственно, на YouTube-канале она останется. Итак, в идеале отвечаю на вопросы, которые задавали еще раньше в чате. Для каких страниц нужно использовать ВК-босс? Некоторые считают, исходя из старых учений, из старых способов, которые сейчас не работают, что нужно создавать новые страницы, делать там масс-лайкинг, масс-фоловинг и так далее, таким образом привлекать. Нет, сразу говорю, это не работает. Забудьте об этом способе. КПД такого способа, он просто минимален. Вы потратите кучу усилий и получите кучу негатива, чтобы это использовать. Мы предлагаем вам более экологичный способ. Он немножечко дольше, он значительно дольше по времени, но гораздо круче по результатам. Поэтому ВК-босс нужно подключать к своей основной странице, которую вы постоянно используете. То есть это ваша страница, так тут начинают написать. И вы ее развиваете. Правильное использование ВК-босса – это когда вашу страницу не замораживают. Вы не нарушаете никакие правила, а вы будете ее использовать. То есть вы используете ее всегда, и ВК-босс вам только помогает. Это ваш личный помощник. То есть осознайте этот способ применения ВК-босса. ВК-босс всегда усиливает все действия, которые вы делаете. И я подробно вам расскажу, какие действия вы можете делать и как это будет усиливать ВК-босс. Все по порядку. Все успеем обсудить. Я вот вижу, вот наконец-то тут страницы скидывать. Я вот не понимаю, то ли ссылки, наверное, заблокированы в чате. Да, я понял, ссылки. Смотрите, вы можете скидывать ID ваших страниц. Не надо ссылку скидывать, просто скидывайте ID и циферки. Или вы скидываете просто, ну то есть то, что после ВК и слэш. Да, вот, к примеру, сейчас мне скинули. Давайте я зайду, посмотрю. А, пользователь заблокирован. Да, давайте разберем эту страницу. Для такой страницы подключать ВК-босс не имеет смысла. Понятно, да? А вот Николай прислал свою страницу. Кстати, очень классные фотографии. Я знаю, что Николай не очень много проводит времени ВК. И вот как раз у него отсутствует баннер. И, естественно, нету никаких воронок, нету никакой последовательной цепочки, что нужно человеку, чтобы получить какое-то понимание о его товаре и услуге. И это страница личного характера. То есть у Николая здесь личная страница, он ее ведет для себя. Она не заточена под продажу, поэтому сейчас нам ее особо и нет смысла рассуждать, объяснять. Мы будем смотреть страницы, которые заточены именно под продажу. Я вот вижу, айдишники пошли. Но обратите внимание, как классно смотрятся профессиональные фотографии. Когда мы смотрим на такие фотографии, сразу происходит доверие. Человек понимает, что это нормальный, живой человек, и ему стоит доверять. По фотографиям это видно сразу. Это один из трендов. Люди обращают внимание на контент. Вот, давайте так. Ну, здесь мы точно знаем, что Николай хочет продавать свои товары и услуги на своей странице. Давайте посмотрим, что у нас на странице. Опять же, отсутствие баннера. Это сейчас критическая ошибка. На вашем баннере вы можете разместить необходимую информацию, чтобы сообщить о своем товаре и услуге. Единственное, что если ваш товар и услуга не являются социально одобренным, то его нельзя выносить на баннер. На баннер вы продаете тогда себя как эксперта. Допустим, вы специалист по привлечению клиента во Вконтакте. Вы это пишете, но вы, если вы напишите, там, не знаю, создав вам большой доход при помощи спама во Вконтакте, ну, естественно, вам никто не будет писать. То есть, надо понимать, что вы пишете на вашем баннере. Далее. Фотография, соответственно, я понимаю, сделана на какое-то удобное устройство. Кстати, относительно хорошая фотография. Бывает гораздо хуже. Но к фотографиям сейчас требование, чтобы оно было качественной. Это нормальная фотография, Николай, тем более у вас возраст, я так понимаю, 40+. И в 40+, это нормальная фотография для оформления. Для тех, кто более молодая аудитория, там требуется высокое качество. Дальше у вас идет блок фотографий, который никак не говорит о том, что вы продаете и что вы за человек. То есть, по этому блоку формируется информация, то, чем вы занимаетесь и что вы за человек. Ну и, собственно, дальше у вас нет никакой понятной информации, что вам предлагать и что делать. При этом у вас есть тысяча друзей. Поэтому, если вы оформите страницу по всем инструкциям и включите ВК-босс, то, естественно, он будет вам приносить достаточно хороший поток трафика. Мы сейчас посмотрим несколько страниц. Не переживайте, я все не буду смотреть. Просто для примера, для разогрева, чтобы вы понимали. Вот, Даниил, спасибо за свою страницу. Здесь есть баннер, но баннер максимально, он, конечно, лучше. Точнее, не максимально, он просто располагает гораздо лучше, чем отсутствие баннера. То есть, он создает какую-то атмосферу. Но, опять же, здесь нет никакой информации, чем занимается Даниил. У него в статусе нет никакой информации. То есть, человек, зайдя на эту страницу, он видит, о, прикольный человек. У него есть классные фотографии, подчеркивающие его социальную жизнь. То есть, о, кстати, человек из Питера. Я тоже из Питера. Как раз скоро поеду вот сюда на пляж, поиграю в волейбольчик. И это классно. Это классно, потому что человек теперь понимает, что это живой человек, это интересный человек, и ему стоит доверять. Но дальше, естественно, нет никакой информации, чем занимается человек, по какому вопросу к нему можно обратиться. При этом здесь надо грамотно уметь совмещать вашу личную жизнь и вашу профессиональную деятельность. То есть, на личной странице должно быть и ваша личная жизнь, и ваша профессиональная деятельность. Это уже тонкости настройки. Еще две странички сейчас посмотрим. Да, господа, мы не будем на этом зацикливаться. Мы просто для разогрева сейчас посмотрим, что вообще есть у людей. Я хочу найти страницу, которая не рекомендована. Ну вот, к примеру, опять же, здесь у нас возраст 40+, поэтому вот такого плана картинки, они еще работают для такой аудитории. Для более молодой аудитории такие картинки не работают. Ну, то есть, возможно, здесь какой-то посыл и задуман, но нету текста. Самое главное, что нету понятного текста, объясняющего, что это и зачем. Может быть, это просто красивая картинка, но здесь есть статьи. И вот дальше пошло. Смотрите, у вас здесь продажа в лоб. Это хорошо работает, если у вас есть аудитория и читает. Если у вас нет аудитории, есть эти 2000 друзей, то продажа в лоб, она замедляет эффективность. То есть, как сейчас работает ВК. Вы создаете какой-то контент и ненавязчиво предлагаете продукт. То есть, вы сначала заинтересовываете аудиторию, располагаете к себе и потом предлагаете им контент. Когда люди видят сразу что-то типа это, то есть, тут понятно, что человек рекламирует один и тот же продукт. Я сейчас с точки зрения смотрю человека, который не знает, что такое social lift. То есть, первый раз видит, и он видит здесь постоянно это. Да, он может посмотреть, он может заинтересоваться, но в целом у людей чаще возникает сопротивление к такому роду подачи информации. То есть, сначала люди незнакомые ориентируются на личность, то есть, им нужно выработать доверие, и только потом они готовы потреблять контент. Это важные поведенческие факторы. Давайте я все-таки найду страницу, как точно нельзя сейчас работать в ВК. Ну, похожая история. То есть, это посыл быстрой выгоды. Он сейчас наименее рабочий, то есть, его мало работает. Если вы поставите обычный баннер, напишите там, помогаю предпринимателям разобраться в способах монетизации своей страницы ВК, что-то типа этого, это будет гораздо больше располагать. То есть, люди хотят видеть эксперта, человека, который знает больше, чем он. Они не хотят видеть человека, который делает то, что сейчас и все делают. Ну, то есть, какая ему польза здесь находиться? Люди на это обращают внимание. Все, дальше идет контент, но смотрите, как здесь классно. Здесь есть параличную жизнь. Очень классно. Вот, допустим, вот этот приятный пост, и здесь уже есть ссылочка на другой продукт. Это уже более правильный заход, то есть, ощущение, что человек рассказывает про себя. Но, опять же, мало информации. Здесь тоже, видите, уже совершенно другой контент. Вот эта страница мне нравится гораздо больше. Здесь можно доработать. И вот это смешение контента о себе, о продукте вызывает гораздо больше доверия. А вот здесь уже пошли, видите, одинаковый контент. И уже немножечко смазывается. Надо уметь чередовать. И самое главное, самое главное, почему, допустим, эта страница вызовет минимум доверия. Понимаете? Если человек заходит на вашу страницу, и у него нету к вам доверия, он сразу уйдет. Что бы вы ни написали, нужно подтвердить доверие социальными факторами. И самый главный социальный фактор, точнее, их два, наверное, самых главных, после оформления. Понятно, если оформления нет, то никакой вам социальный фактор не поможет, доказательства. То, если, в принципе, у вас оформление адекватное, то два социальных доказательства. Это сколько у вас друзей. При помощи ВКБОС вы можете сделать нужное количество вам друзей. И активность на вашем контенте. Понимаете, да? Активность на вашем контенте – это количество лайков и комментариев. То есть нет лайков, ни комментариев, значит, этот контент никому интересен. Это просто зашито у людей в голове. И с этим ничего нельзя поделать. Если у вас нету лайков и комментариев, то доверия к вам никакого не будет. Только если человек интересует непосредственно этот контент. Но если его интересует этот контент, он и так к вам обратится без постоянного спама. То есть есть определенные механики, которые дадут вам гораздо больше результатов при влечении клиента на ваши товары и услуги. Просто запомните это. Окей. Значит, при помощи ВКБОС мы научимся делать так, чтобы у вас были социальные доказательства. Смотрите, важный момент. При помощи ВКБОСа мы будем делать вашу страницу более доверительно. То есть у вас появятся лайки, у вас появятся комментарии. И когда человек будет заходить на вашу страницу, он уже будет вам априори больше доверять. Окей. Давайте я еще последнюю страницу смотрю в надежде найти то, как точно не надо ее оформлять. Но я думаю, вы уже немножко понимаете, что надо все-таки показывать свою экспертность больше, нежели чем спамить продуктом и через экспертность уже продавать. Это да. Вот смотрите, это относительно нейтральная страница. Здесь есть красивый понятный баннер, но нету понятной никакой надписи, чем занимается человек непонятно. Здесь имя на английском языке, это очень некорректно, если у вас русскоязычная аудитория. То есть надо писать так, чтобы было удобно людям читать. В статусе нет никакой информации, есть статьи, фотографий нет. Если нет фотографий, то люди считают, что эта страница, скорее всего, фейка. Да, если вы не подтверждаете, что это ваша настоящая страница доказательствами на вашей странице, то вы сразу начинаете с минимальным доверия к вам. Согласитесь, прикольнее начинать, когда к вам есть доверие, так проще продавать продукты. И мы перейдем к тому, как проще продавать продукты, из чего нужно стартовать. Здесь есть тысяча друзей, хороший социальный фактор. Это социальное доказательство. Тысячу друзей сделать несложно, но это влияет. Это сильно влияет на то, как ваша страница вообще ощущается. И по контенту сейчас посмотрим. По контенту. И смотрите, видите, контента здесь нету. Просто какие-то ссылки. Это выглядит как ненастоящая страница. Любой человек, который на нее зайдет, он будет читать, что это страница фейк-робот для спама. Вот и все. Сами понимаете, такое отношение, оно не ведет к интересу. То есть, люди не будут интересоваться вашим продуктом. Вы получаете минимальную конверсию, используя вот такую страницу. А всего-то надо один раз проработать свою страницу и просто конверсия увеличится. Окей. Со страницами, я надеюсь, поняли. Вы примерно разобрались. Давайте так. Я понимаю, что все хотят получить обратную связь со своей страницей. И это будет возможно сделать. Мы, конечно, мы не можем там 20 тысяч человек всем обо всем рассказать. Но у нас в Экабосе есть такая опция. Если вы покупаете годовой тариф, то вы можете записаться к нам на разбор. У нас вообще платный разбор. Но если вы покупаете годовой тариф, то мы делаем вам разбор и даем рекомендации, как вам улучшить свою страницу. Потом у нас есть еще другие видео, которые вы сможете найти на нашей платформе. Вы можете их посмотреть. Там есть инструкция по оформлению своей личной страницы согласно текущим трендам. Вы все это можете изучить и начать двигаться в нужном направлении. Поверьте, лучше поработать над своей страницей, чем впустую тратить свое время. Мы видим эти кейсы постоянно. Мы проводим постоянно материалы. Поверьте моему педагогическому опыту. Пока не мере в Экабосе мы постоянно людей обучаем. Они делают все равно по-своему. Но потом, пока не мере, начинают понимать, что это не работает и уже переходят на наши методы. И тогда спустя месяц, два, три, да, это не быстрый процесс, у них уже начинается рост. Надо будет приложить усилия. Окей. Все, этот этап мы завершили. Мы познакомились с вами. Какая сейчас аудитория, с чем можно будет поработать. Двигаемся теперь дальше к настройкам. Так, настройки в Экабос. Давайте мы возьмем среднюю, так сказать, среднюю температуру по больнице. К примеру, у нас вот такая страница. Да, как вот такую страницу, на которой, в принципе, мало информации, настраивать в Экабос. Ну, первое, что вы можете сделать, это начать накапливать аудиторию. В принципе, эта страница достаточно доверительно выглядит. Ну, то есть, тут нет ничего такого, за что можно уцепиться и сказать, «Ой, нет, нет, я отсюда уйду». Ну, конечно, если человек будет мотать ниже, тут много чего, что может не понравиться. Надо это все подчистить. Но в целом, в целом нормально. Значит, добавляясь через автоподписку, давайте начнем с автоподписки. Очень простой инструмент. Вам достаточно здесь настроить по рекомендациям, просто включить по рекомендации и включить автоподписку хотя бы на 5 человек. Не надо пытаться включать на 15 человек. Это важный момент. Учитывая, что у вас страница на очень низком уровне, да, вот все страницы, которые я посмотрел, кроме как Николая. Николай может включать на полную. У него хорошая страница. Пока не меряет доверие, она вызывает сразу максимальное. Значит, поскольку у вас страницы недостаточно доверительные, вам лучше поставить здесь, добавлять по 5 человек в день или по 3 человека в день. Не спешите, успеете еще включить на максимум и по рекомендациями. Смотрите, когда вы добавляете людей по рекомендациями, тут даже особо настраивать ничего не надо. Можно оставить стандартные настройки. Количество друзей можно только поставить там побольше или поменьше, в зависимости от той аудитории, на которую вы рассчитываете. Ну и возраст. Если вы включаете по загруженному списку, то есть это уже не рекомендованные ВК люди, то ВК будет больше к вам предъявлять требований. Фишка в том, что если вы добавляетесь человеку, он заходит на вашу страницу, смотрит, что она какая-то не такая, он может на вас пожаловаться. Если вы добавляетесь по рекомендациями, ВК может проигнорировать эту жалобу. Но если вы добавляетесь не по рекомендациям, то эта жалоба может привести к автоматической заморозке на сутки. Этого нужно избегать. Поэтому автоподписка – это то, что вам нужно для набора аудитории, захода на вашу страницу, то есть люди, которым вы просите друзья, они заходят на вашу страницу и смотрят, чем вы занимаетесь. И таким образом постепенно, месяц за месяцем, ваше количество друзей будет расти, это визуально будет повышать вашу репутацию и давать больше вам подписчиков. С автоподпиской все очень просто, просто пока не злоупотребляйте. Прошу вас, не ставьте добавляться по 15 человек. Это могут делать только те люди, у кого страница хорошо проработана. Понятно, да? Давайте следующей функцией пойдем. Привлечение внимания. Простая функция, максимально безопасная для всех. Ее можно включать даже по стандартным настройкам. Для чего нужна эта функция? Сейчас, наверное, большинство из вас думает, что чем больше лайков вы поставите, тем больше людей зайдет на вашу страницу. Эта функция работала так раньше, когда был популярен масс-лайкинг. Сейчас у нее совершенно другое предназначение. И, Алексей, я потом расскажу про годовые тарифы. А, в принципе, почему вы потом расспросили? Потому что, наверное, многих вопрос такой интересует, особенно те, кто хочет, так сказать, без очереди разобрать свою страницу, что, поверьте, даст вам очень много инсайдов и направит ваш бизнес в ВКонтакте совершенно в новое русло. У вас в Экабосе будет появляться спецпредложение. То есть, если вы зайдете просто в тарифы, вы можете посмотреть, вот у нас два предложения, которые стандартные есть. Но вам будут доступны, как новым пользователям, специальные предложения. И мы еще ссылку на специальное предложение выложим завтра. То есть, для всех участников этого интенсива завтра будет отдельное специальное предложение. Там будет много плюшек, много бонусов, дополнительное обучение. Это вам очень поможет, поверьте. Поэтому все будет. Мы все предоставим. Не переживайте. Так вот, привлечение внимания. Возвращаемся к нему. Как же пользоваться лайками сегодня? Перечеркивайте весь ваш старый опыт и не пытайтесь его использовать, как раньше. Наверное, в 70% задачи для привлечения внимания, это не на привлечение аудитории, а на утепление текущей аудитории. Смотрите, какой процесс изменился. Это сейчас я говорю про поведенческие факторы. У нас, кстати, есть отдельный урок по поведенческим факторам. Сейчас говорю небольшой кусочек из поведенческих факторов, как люди сейчас работают в ВКонтакте, как они думают. Они заходят на вашу страницу. Если, в принципе, им все устраивает, они на вас каким-то образом подписались, они не стремятся сделать какое-то действие. Но, если вы делаете дополнительные касания, напоминаете о себе через месяц, через два, потом поздравили с днем рождения, отлайкали их, там свежий пост, они все это видят. И спустя 3-6 месяцев, да, это цифры, это мы делали замеры, спустя 3-6 месяцев накапливается достаточно доверия, чтобы человек начал изучать ваш контент. Представляете? То есть нет такого, что вы включили ВК-босс и вам в первый же день пошли клиенты. Это будет только возможно, только в том случае, если вы сразу оформите страницу как надо. Если доверия к вашей странице на старте недостаточно, то время прогрева 3-6 месяцев, а то и 12. Поэтому очень важно правильно поработать со своей страницей. Так вот, люди заходят на вашу страницу и потом ВК-босс должен лайкать. Смотрите, у нас есть задачи здесь. Вот мы можем здесь, я сейчас зашел в настройки привлечения внимания, добавить задачу. Здесь разный список задач. И, к примеру, задача по ленте, по ленте она всегда активирована. Это как раз вы лайкаете аудиторию, которая уже с вами, то есть которая на вас подписана. Вы утепляете. Вот, и также есть задача по друзьям, по подписчикам. Это именно на утепление вашей аудитории. Если у вас, к примеру, как у примера вот этой страницы есть тысячи человек, то, конечно же, надо распределять лайки и на аудиторию, которая у вас есть. Да, вот здесь у нас есть приоритеты от 1 до 5. Соответственно, если я ставлю единичку, то на... Ну, то есть если есть две задачи, одна на единичку, другая на пятерочку, то, значит, там, где пятерочка, количество лайков будет уходить больше. Значительно больше, на единичку, естественно, меньше лайков. Так вы расставляете приоритеты. Вот. Если у вас еще мало друзей, у вас там, не знаю, 100 друзей, конечно, лайкать свою ленту особо смысла нет. Вы ставите на ленту минимальный приоритет и лайкаете внешнюю аудиторию. Как лайкать внешнюю аудиторию? Ну, вы примерно должны понимать, где она обитает. Допустим, ну, даже предположим, что на этой странице есть ваша аудитория. Вы выбираете либо сообщество, можете перейти в какое-то сообщество, где ваша аудитория, и вы выбираете страницы личные. Вот такая иконка у вас. Эта иконка означает сбор аудитории. Она есть под постами. Сейчас обновим страницу. Бывает, если не прогружается иконка, надо просто обновить страницу. То есть вот у нас и там иконка была, и здесь теперь иконка есть. Мы на нее нажимаем, и здесь появляется сбор целевой аудитории. Мы выбираем, что мы собираем, количество человек. Если это пост, то там можно и лайки собирать, и комментарии с постов. Если есть высокая активность под постами, то оттуда очень классно собирать аудиторию, потому что там всегда активная аудитория. Если вы собираете со страницы аудиторию, то, конечно же, там бывает и дохлая аудитория, бывает средней активности, то есть там разная столянка с постов. Конечно, собирать самое классное. То есть вы просто нажимаете на кнопочку выбора, сколько вы человек хотите собрать из этой аудитории, и нажимаете собрать. Все, у вас собрался список, и вы выбираете, куда вы хотите сохранить. Вы можете сохранить привлечение внимания. Это в обычный список. Вы можете сохранить приоритетный список, в автоподписку или просто в файл. Что значит приоритетный список? Так, и обычный список вы сможете найти в уроках. Видите, даже вот здесь наверху есть такая иконка. Везде, где такая иконка, вы нажимаете, и там видеоуроки. То есть вы посмотрите, чем отличается приоритетный список от обычного списка. И автоподписка – это аудитория, на которую вы будете подписываться. Видите, с компьютера это делается все очень просто. С телефона, к сожалению, будет немножко сложнее, потому что нужно будет вставлять ссылку. Там нельзя на интерфейсе работать. Я вот сейчас вам покажу. Так, а у меня есть, вот, это выглядит мобильной. Так, мобильная версия выглядит. Понятное дело, что она у вас вмещается на экране телефона. Но в целом это все, что вы видите на мобильной версии. Здесь также можно включать-выключать все, заходить в настройки. То есть, видите, здесь мы еще даже не добавили парсинг. Это будет в ближайшей версии добавлен. То есть, здесь вы можете выбирать только задачу по ленте, по друзьям, то есть, по хэштегам, то есть, то, что уже у вас есть собрана аудитория. Парсинг здесь немножко неудобнее. Но, опять же, если вы на компьютере включили, собрали аудиторию и загрузили привлечение внимания, то на мобильном устройстве у вас все это отобразится. Вот, ну и позднее мы уже доработаем тоже мобильное устройство. Вот, но здесь достаточно опций, чтобы уже запустить. Да, понятно. Давайте вернемся опять на страничку. Это как раз вот Лена спрашивает, мобильная версия. Да, когда, смотрите, если вы начали не с мобильной версии, то вы можете зайти в ВК-босс, зайти в настроечки, и вот здесь есть кнопка «Мобильная версия». И она вас перекинет на мобильную версию, то есть, вот эта ссылочка, вы можете на телефоне ее использовать. Если вы заходите на портал Social Lift, и заходите в раздел «ВК-босс», и там инструкция по установке, и вы смотрите с мобильного устройства, то у вас уже будет доступна сразу мобильная версия, ссылка на мобильную версию. Если заходите с компьютера, то там будет инструкция для компьютера, если заходите с мобильника, то там будет инструкция с мобильника. Окей, понятно, да? Так, да, вижу много комментариев, но пока на них не отвлекаюсь, как мы и договаривались. Значит, лайки. Простое правило. Вы, если у вас мало друзей, вы больше ставите на внешнюю аудиторию. Если у вас уже есть активная аудитория, то вы хотя бы разделяете 50 на 50. То есть, 50% лайков у вас должно уходить на вашу аудиторию, то есть, это лайки по друзьям и подписчикам, и 50% на задачи по списку или приоритетному списку. Таким образом, вы привлекаете внешнюю аудиторию. Но, как я говорил, очень важно понимать процесс, что людям надо напоминать о себе. Вы поставили лайк на пост, человек это увидел, у него отложилось в голове, он зашел на вашу страницу, если видит, что вы опять ставите ему лайк, он опять заходит на вашу страницу, так происходит запоминание, и спустя примерно 3-6 месяцев он уже становится теплым лидом, вы можете ему продавать. Если вы будете запихивать в свою ленту постоянную рекламу, только рекламу, то это будет негативно влиять на вашу аудиторию. То есть, если вы записываете, то есть, запихиваете все, заполняете рекламой и баннер, и статус, и ваш пост, тогда вам не нужно использовать метод накапливания аудитории. Работайте старым способом, просто включайте лайки по внешней аудитории, и люди будут видеть эти баннеры, и какая-то часть аудитории к вам провалится, и, собственно, захочет это попробовать. Но это будет очень маленькое количество аудитории, как я и говорил, эффективнее работать через свою экспертность, через прокачку своей страницы, и сейчас вы на быстром этапе не получите клиентов, то есть, будете их меньше получать, но зато в перспективе, спустя длительное время, вы получите гораздо большой, больший прирост, то есть, значительно больше. Вы можете выйти на уровень, там, 30-60 лидов ежемесячно. Если у вас пустая страница, вы можете получать с ВК-босс, там, ну, не знаю, 5 лидов в месяц, может быть, 10, если повезет. То есть, гораздо меньше, в разы меньше, понимаете, о чем я говорю? Поэтому, вот, тысяча друзей, это уже, значит, вы можете лайкать свою аудиторию, если больше, то однозначно фокусируйтесь больше. Если у вас больше тысячи друзей, и все живые, у вас там 2-3, то ориентируйтесь на внутренний трафик, ориентируйтесь на ваш контент, на вашу экспертость и на оформление страницы. На оформление страницы вы ориентируетесь всегда, понимаете, да? Окей, по автолайку, я надеюсь, объяснил, что вам нужно сделать на старте. На старте вы можете запустить, если кто-то не запустал, запускал со стандартными настройками, стандартные – это просто лента, и пускай она вашу ленту обрабатывает. Но если у вас нету никаких друзей, то, конечно, ленту нет смысла обрабатывать. Для тех, кто с телефона, давайте покажу, поскольку там парсинг с телефона еще не добавлен, вы добавляете задачу, к примеру, по хэштегу или ключевому слову. Добавляете, допустим, по… ну давайте по хэштегу, это более понятная тема. Добавили по хэштегу, зашли в настройки и вводите хэштег, по которому вы хотите продавать, лайкать. К примеру, солнце, не знаю, наверняка кто-то доставляет такой хэштег, и добавляете его, видите, он появился. Смотрите, не нужно добавлять больше двух хэштегов. Это значит, если… ну то есть сколько хэштегов вы добавите, столько системы будет искать на одном посте. Чем больше хэштегов, тем меньше вероятность, что что-то найдет. Поэтому один, максимум два хэштега вы добавляете, и ключевые словами тоже сломая, один, два ключевых слова, не более. И запускаете. Если видите, что при запуске там написано, что найдено там, не знаю, 20 постов, значит вы слишком сузили. Но 20 постов тоже можно пролайкать. Понятно, да? Это если вы с телефона, если вы с компьютера, то вы спокойно настраиваете без всяких проблем. Давайте поговорим сегодня еще по другим функциям. Завтра у нас тоже будет очень интересный день, мы будем очень глубоко погружаться в механики ВК, в алгоритмы ВК, способы, новые способы привлечения, и также поговорим еще про то, что вам нужно будет сделать на их странице. Если вам понравилось, кстати, такой быстрый разбор страницы, вы там можете в чатике опять же пописать, и мы можем тоже немножко уделить время, посмотреть еще какие страницы у вас есть. Поздравления с днем рождения! Это на самом деле очень топовая функция. Сейчас любой предприниматель, который работает с ВК, ну, не знаю, без этой функции просто, наверное, жить не может. Она супер высоко конверсионная. Она дает очень классный профит в случае, если вы правильно настроите ее. Смотрите, как она работает. Понятное дело, все очень просто. Вы поздравляете человека с днем рождения. Это вообще приятный момент, и люди на это хорошо реагируют. Проблема в том, что люди пишут всякую инду в поздравлениях. Смотрите, у меня здесь стандартное поздравление. Это вот по умолчанию, которое есть. Вот поначалу вы просто используете такое. Посмотрите, как люди реагируют. Если ваша аудитория пишет вам спасибо, это классно, значит, у вас есть теплая аудитория. Если люди молчат или не читают сообщения, значит, у вас просто на странице нет аудитории, надо сделать нафиг чистку вашей страницы, нормально ее переупаковать и начать все сначала. Понятно, да? Есть, кстати, еще такой параметр у ВК. Это рейтинг вашей страницы. На него очень многие факторы влияют. И в зависимости от того, какой рейтинг вашей страницы, вы его не видите. Это внутренняя метрика ВК. ВК также вам либо подгоняет аудиторию, либо не подгоняет. Это все к тому, что если вы занимаетесь своей страницей, то к вам просто на страницу само по себе приходит больше людей. Да, такой небольшой вам лайфхак. Так вот, что нужно писать в днем рождения? Представьте ситуацию. К вам приходит друг, к вам приходит друг, ваш день рождения и говорит, от души поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, любви. От меня тебе подарок, вот тебе скидка 10% на мои курсы. Или от меня подарок, вот тебе ссылка, переходи по ней, регистрируйтесь, и ты там получишь вообще кучу ништяков. Это вообще крутая штука, тебе очень понравится. Прикиньте такую ситуацию, если вам пришли домой и поздравили вас вот так с днем рождения. Что вы думаете по этому поводу? Ну ладно, я не буду вас спрашивать, мы не отвлекаемся на чатик, но я думаю, вы поняли ситуацию. Вконтакте, в принципе, это тоже. Вы можете на внутреннем уровне ощущать то, что если я человеку скинул ссылку, значит, есть вероятность, что он станет моим клиентом. Да, конечно, есть, но вы при этом убиваете аудиторию, которую прогреваете. Вот представьте, человек зашел на вашу страницу, он у вас в друзьях, вы его лайкнули, он это увидел, при том, что у вас страница оформлена более-менее адекватно, да? Окей, он вас запомнил. Прошел там месяц, вы опять его лайкнули, ВК-босс его лайкнул, он делает же это автоматически, он опять зашел на вашу страницу, у него вырабатывается к вам какое-то доверие, он даже, может, какой-то ваш контент уже потребил. Ему не обязательно на это реагировать еще. И потом, бац, у него день рождения, вы поздравляете и вставляете ему прямо продажу в лоб. И весь ваш прогрев улетает псу под хвост. Представляете, как это бессмысленно? То есть, либо вы используете всегда доминирующую технику продаж и имеете просто всегда конверсию, либо вы работаете, то есть, имеете всегда небольшую конверсию, мизерную. Там вас блокируют, на вас жалуются, но при этом все равно вы можете получать каких-то лидов. Либо вы используете рост, работаете через экспертность, через набор аудитории и утепление. Тогда никаких продаж поздравлений, просто забудьте. Поздравление нужно, чтобы человеку было приятно. Причем, это не все. Вы пишете поздравления так, чтобы человек улыбнулся и порадовался. Ну, к примеру, у меня, я разные поздравления тестирую, у меня там была фотография, где я стою с большой клизмой, говорю, блин, чувак, желаете вообще всего самого классного, особенно там крутых результатов. Если не будет получаться результаты, я приду и помогу. Ну, и фотография с клизмой. У людей это вызывал бешеный восторг. Как вы думаете, когда человек получает такое необычное поздравление, что он делает? Ну, во-первых, он начинает с вами диалог благодарит, благодарит. И вы можете продолжить диалог. Только, опять же, если вы сразу вставите в продажу, вы все запорите. Вы просто общаетесь с человеком. Как у тебя дела? Как будешь отмечать день рождения? Блин, у тебя классная аватарка, и вообще ты классный человек. То есть, вы общаетесь, как встретились с человеком на улице, и просто перекинулись в пару слов. Ну, вспомните, там, пример европейских стран. Там иногда даже принято спрашивать, как у тебя дела, и такой бесполезный разговор начинать, но все все равно его продолжают. Так вот, человек, который получил столько интересного от вас, он заходит на вашу страницу. Он же такой, а кто это мне написал? Я вообще не помню, что это за человек. Он кликает на ваш аватар и заходит на вашу страницу. А ваша страница, как вы думаете, что? Она уже подготовлена для приема. У нее есть понятный баннер. На понятном, на баннере, который создает хорошую атмосферу, написана ваша ключевая компетенция. Не продажа, а ключевая компетенция. В статусе есть подтверждение раскрытый смысл. Дальше фотографии подтверждают вашу социальную деятельность, то, что вы живой человек. Есть друзья, есть лайки и комментарии, и человеку становится интересно. Он проматывает ваш контент, входит в ваш пост закрепа и читает ключевую информацию, которая ему все сама продает. Это из поведенческих факторов информация. Сделайте, закажите себе прямо доску, на которой будет прямо гравировка, памятка. Сейчас тренд такой. Люди не хотят, чтобы вы им продавали. Они, то есть у них это вызывает максимальное сопротивление, любая продажа им в лоб. Они хотят сами посмотреть, изучить, если им понравится, они купят. И желательно, опять же, без вашего участия, чтобы у них была инструкция, поэтому на странице важно еще проработать свою вороночку. И вот это идеальный формат. Те люди, которые приходят, привозят свою страницу вот к такому формату, они получают вот эту максимальную конверсию. Они получают там по 60, 70, 100 и больше лидов в месяц. А всего лишь нужно потратить там пару месяцев на проработку своей страницы и все. А вы тратите кучу времени для того, чтобы получить там одного лида за месяц. Ну, камон, зачем так делать? Вот. И чем дальше вы будете работать с ВК Босс и с нашими рекомендациями, тем у вас будет количество лидов по экспоненте расти. Каждый месяц у вас будет больше, больше, больше лидов. Через год у вас уже будет очень крутая, ну, очень крутой, надежный инструмент. Поэтому поздравления! Вы туда не пишете всякую чепуху. Вы просто поздравляете человека с днем рождения. Есть случаи, когда люди зашивают туда оффер, но когда у них он проработан, когда у них есть четкая воронка, когда страница оформлена. Если страница вот такая, вот такая страница, любая продажа встретится с сопротивлением. Это будет бесполезно. Эта страница недостаточно проработана для того, чтобы пихать свои офферы везде, где можно. То есть с ней нужно работать и делать из нее инструмент по получению лидов, да? Фух! Так, про сдавление я сказал основные моменты. давайте я в чате все-таки посмотрю, просто скажите, пожалуйста, как вы там живы? Продолжать мы можем в принципе на сегодня даже закончить и завтра продолжить, либо еще сегодня пробежимся по функциям. Как вы вообще живы, не живы? Готовы ли вы еще дальше меня послушать? Прямо вот, действительно, буквально пять минут я почитаю ваши вопросы и посмотрю, потому что хоть сам немножко передохну, то спрашивают можно ли очистить друзья от заблокированных. Да, есть куча инструментов, у нас в SuperSMM есть инструменты, пока вам это сейчас не надо. Ну, то есть пока вы не привели всю свою страницу в полный порядок, пока нет, можете даже не заморачиваться с тем, что у вас там какие-то собачки. Вот, нужно просто понять насколько живая у вас аудитория. Также я видел вопрос насчет групп, можно подключить группе. Вообще группа, она не имеет всех этих функций как личная страница. Почему сейчас тенденция пошла, да, кстати, это тенденция, люди стали больше продавать через свою страницу, у нее больше возможностей, чем у группы, за исключением одного большого минуса. Свою личную страницу вы можете, на своей личной странице вы можете продавать только вашим подписчикам, а в группе вы можете продавать бесконечному количеству людей. у нас есть офигительная функция активность, которая может сделать на вашем посте, ну, опять же, если у вас все проработано, вы должны понимать, если у вас сделано все правильно, то это тогда сработает. К примеру, вот у нас кейсы наших пользователей, в среднем, допустим, в группе у человека там всего 100 подписчиков, охваты у него на его поста 500 человек где-то в среднем, охваты это сколько человек увидело пост. При помощи активности он получал охваты 5000, то есть 5000 людей с ВК каким-то образом видит этот пост, то есть это ВК направляет людей и люди видят этот пост. Это все сделано с использованием алгоритмов, то есть вы получаете просто большой поток трафика на ваш пост без всякой рекламы, да? О, так, ладно, я вижу, что люди готовы слушать, действительно, давайте еще, по крайней мере, сегодня поговорим по всем основным функциям, а завтра мы будем углубляться именно в способы и решение актуальных задач, то есть каким-то образом вам нужно перейти от старых способов к новым. Про группы я сказал, то есть еще договорюсь, что да, у нас есть активность, которая может запустить вашу группу, но активность, на самом деле активность сейчас нужна наверное всем, я попозже о ней расскажу, у нас сейчас будет секретарь тема и потом про активность. Так, ну что, погнали? Погнали дальше. Ух, тема, тема, конечно, сложная, я понимаю, за, и, ну, давайте договоримся, за раз вот это все не переварить, то есть надо будет еще дальше внимательно изучать и погружаться в продукт, то, что он работает, это доказано, уже пять лет существует продукт и его эффективность она всегда неизменна. Если вы делаете наши инструкции, по нашим инструкциям, идете в ногу с трендами, то у вас будет все работать, да, ну, то есть просто возьмите это за факт, мы не первый день работаем, мы работаем уже пять лет и, наверное, да не наверное, точно, мы самые сильные по знаниям ребята, как работает ВК и как в нем продавать способами без рекламы, то есть мы говорим о способах продажи через личную страницу без рекламы, с личной страницей легко продавать, если вы еще умеете совмещать это с группой, опять же, есть определенная связка группы и вашей личной страницы, тоже отдельная сложная тема, если у вас есть группа, вам нужно научиться в связке продавать. Ну вот увидел еще вопрос, ВК-страницу новую оформлять? Да нет, вы работаете на своей странице, чем активнее у вас страница, тем больше ВК будет, то есть, смотрите так, чем хуже у вас страница, чем она нулевее, чем меньше на ней друзей, подписчиков, и тем больше она пустая, тем хуже будет помогать вам ВК-босс, тем больше наполненная у вас страница, чем больше там подписчиков, актуальная аудитория, чем более верно она оформлена, тем ВК-босс будет больше приносить вам профита, все очень просто, не нужно под ВК-босс делать специально отдельную страничку, если вы думаете, что вы настроите там лайки на автоподписку на голую страницу, и будет вам приносить трафик, нет, это способы, которые уже не работают от слова совсем, будут приносить минимальную конверсию, да, будут приносить, но поверьте, есть способы гораздо экологичнее и интереснее, тем более ВК активно борется со всем этим, и сейчас выходят новые проекты у ВК, которые будут как раз совсем притеснять ту аудиторию, которая занимается спамом, поэтому надо сейчас перестроиться на новые методики, чтобы потом просто оказаться не там на рельсах, а поезд уже уедет, сложно будет вам перестроиться потом, когда все уже поедут вперед, понимаете, о чем я говорю, либо вы вот просто, либо вы сейчас перестраиваетесь и работаете, как большинство людей во ВКонтакте, либо вы просто прекращаете вообще пользоваться ВК, потому что будет бесполезно, бесполезно, если вы не перестроитесь на новые тренды, вот и все. Вопрос, надеюсь, закрыт, поэтому. Так, окей, все, на вопросы больше не отвлекаюсь, идем у нас тема секретарь, очень интересная функция, она, казалось бы, по сравнению с другими не дает таких результатов, эта функция больше нужна для тех, кто уже страницу прокачал, она создает очень крутую связку вас и вашего посетителя, сейчас объясню какую. Когда человек добавляется к вам друзья, вы его принимаете и, допустим, вы пишете ему сообщение, он отвечает на это сообщение, вы отвечаете на его сообщение и в идеале, чтобы был вообще какой-то диалог там на 5 фраз и ВК срабатывает алгоритм friendly activity и ВК думает, что вы друзья, настоящие друзья и в течение там 3-7 дней ваш контент друг другу показывается прямо в топе. Вот те, кто в инстаграме часто сидел или сидит, наверное, помните, что кто-то добавился к вам друзья, вы там поговорили и потом постоянно видите контент этого человека. Да, это вот этот алгоритм friendly activity. Если ВК считает, что вы друзья, а он понимает это по переписке, по взаимным действиям, то он начинает показывать ваш контент друг другу. Поэтому секретарь, он делает некий welcome. Если вы чуть-чуть продолжаете диалог и делаете чуть больше, то ВК вас начинает дружить и человек просто начинает видеть ваш контент. Вы делаете публикацию поста и человек ее видит чуть ли не в самом верху. Согласитесь, это прикольный бонус, да? Но, естественно, надо продумать линейку своего контента. Если вы будете, опять же, шпарить рекламы, то человек просто от вас отпишется. Помните, основной смысл продаете через свою экспертность, через свой опыт, через свои кейсы, делитесь полезняшками и уже вторым эшелоном вы продаете дополнительные продукты. На виду вы это не делаете. Это самые эффективные способы. Вы можете получать так сотнями лиды, вместо того, что будете спамить рекламу и получать единицы лидов. Понимаете разницу? Но переучиться я понимаю сложно. Так вот, это основная фишка секретаря. Ну и вообще люди располагаются, когда их встречают, ну, представьте, у вас есть свой личный секретарь, вы сидите в офисе и приходит новый посетитель и что скажет вам секретарь? Ну, то есть, он скажет, что там, купи мою штучку и тогда можешь дальше со мной дружить или что, купи мой курс, получи вот ссылку. Нет. Секретарь, как и поздравление, туда не нужно ничего пихать, никакие продажи. Секретарь очень такая опасная функция, на нее могут жаловаться, то есть, человек получает какое-то сообщение от незнакомого человека другого, понятно, что он на вас подписался, но он уже мог и забыть, что на вас подписался, а может, у нее тоже автоматизация включена, неважно, как он на вас, может, по рекомендациям на вас кликнул, случайно, и приходит какое-то предложение, а сейчас часто бывает, что приходит спам, и люди сразу реагируют на это, как пожаловаться, и когда видят какой-то спам, то есть, от вас вы предложите даже какой-то простой оффер, несмотря на то, что человек на вас подписался, это уже потом не будет иметь значение человек, просто на вас пожаловаться, поэтому любая продажа в секретаре часто карается заморозкой. Да, у нас есть клиенты, которые в приветствии пишут большую вереницу текста, кто они, какие у них услуги, но опять же, это люди, которые уже с прокачанными страницами, пока у вас страница на слабом уровне, никаких текстов в секретарь, пихать не нужно, да, просто радостно приветствовать человека, если человеку нравится ваше приезд, он повторно зайдет на вашу страницу, увидит на вашей странице, чем вы занимаетесь, помните, надо страницу хотя бы так оформить, чтобы были хоть какие-то ведомые следы к вашему продукту, ну и опять же, если это социально одобренный продукт, то это прямые, так сказать, предложения, если это продукт, который не всем по душе, у людей есть сопротивление, то там нужно заводить людей через экспертность, то есть вы показываете свои сильные стороны, человек попадает вам в воронку и в вашей воронке вы уже продаете все остальные продукты, то есть, ну просто здесь будет выше конверсия от такого способа, вот и все, но надо, понятно, этот способ практиковать там не один день, хотя бы месяц, два, три, чтобы у вас появились уже классные весомые результаты, вот и все, вы опять же, можете иметь несколько страничек, на одних страничках вы будете пользоваться старые способы, которые вам привычны, а на основной страничке вы будете использовать те способы, которые мы вам рекомендуем и спустя какое-то время, там те же два, три месяца, вы реально увидите результат, вы откажетесь от старых способов, вы будете получать лиды, как сейчас получают активные предприниматели во ВКонтакте, поэтому с секретарем все очень просто, вы ставите обычное приветствие, включаете функцию, чтобы можно было настройка по мужчинам и женщинам, включаете опцию, пишите отдельное приветствие для мужчин, отдельно для женщин, отдельно для подписчиков, чем больше вариаций, кстати, это относится и к поздравлению, и к секретарю, там нужны вариации, разные варианты, то есть у вас не должно быть одно сообщение для всех, если ВК видит одинаковые сообщения, то, естественно, это, опять же, в случае жалобы приведет к автоматической заморозке, поэтому не нужно так делать, напишите 3, 4, 5, чем больше вариантов, тем лучше, вот, и, собственно, в тексте пишите простой текст, ну, у меня здесь, я, опять же, кое-что пробовал, вы можете написать просто привет, все, даже просто привет в секретаре оставить, и все, то есть он у вас не просит хлеба, вот он работает, встречает все входящие заявки, то есть кто добавляется к вам, друзья, он встречает простым приветствием, этого достаточно, вот не нужно вот это, пожалуйста, уверен, что мы будем полезны друг другу, давай познакомимся, расскажи о себе, ну, конечно, это не худший вариант, но представьте, как почувствует себя человек, понимая, что вы даже не зашли на его страницу, и не посмотрели, чем он занимается, какое это неуважение, гораздо круче, если вы написали привет, человек написал, да, привет, вы зашли на его страницу, посмотрели, чем он занимается, немного с ним поговорили, только не надо так, явно там какие-то скрипты показывать, просто, пожалуйста, простая беседа с человеком, расположите его, если разговор пойдет, вы скажете, чем вы занимаетесь, не продажей, просто скажете, чем вы занимаетесь, понимаете, и человека на доверие вы сможете уже дальше довести, нежели чем на продажи в лоб, да, то есть конверсия будет выше, тренируйтесь, это надо тренировать, да, это надо тренировать, у вас будет поначалу не получаться, но с каждой там попыткой, с каждой сотой попыткой, тысячной, вы будете поднимать свой скилл продажи, также смотрите курсы по продажам, только смотрите актуальные, а не устаревшие, которые не работают, вот, это секретарь, секретарь, если, то есть вы не понимаете, что там, как вы будете использовать, у него еще есть много других подзадач, которые может он выполнять, пока просто постоя, приветствую, привет, спасибо, рад, дружище, держи пятюню, просто заставьте человека улыбаться, все, что нужно, фух, да, ну вот увидел, тут Ирина пишет, привет, меня просто бесит, ну, конечно же, я говорю немножко метафорически, привет, я имею в виду, что это простое поздравление, вы выбираете, можно писать, здравствуйте, вы можете, ну, то есть вы можете написать более открыто, вы можете написать там, о, привет, привет, спасибо, все, то есть вы, понятно, если используете нестандартный оборот, то это вызывает больше интереса, если вы избегаете шаблонов, если вы избегаете заезженных тем, то это плюс к вам в копилочку, но если вы не умеете обращаться, то есть у вас нету таких маркетинговых знаний, вы пока их еще не получили, но с нами вы можете их получить, то используйте максимально простые приветствия, привет будет гораздо лучше, чем какое-то длинное сообщение, ссылками и так далее, вот и все, ориентируйтесь уже на свой опыт, ну, и последняя функция, которую сегодня вообще хочется вам рассказать, это функция активность, вот, а, вот по поздравлениям еще тоже частый вопрос, забыл рассказать, что поздравление, если у вас достаточно количество подписчиков, это в принципе у вас на каждый день есть аудитория, с кем вы можете пообщаться, то есть вы поздравляете с днем рождения, человек отзывается вам на ваше поздравление, и дальше вы можете приложить человек, то есть, пример, ну, вот у меня тут, есть просто две версии, версии ВК-босса у нас, вот в этой версии, там у меня уже за сколько, за неделю или за 10 дней, 530 поздравлений, а за сегодня вот 11, то есть 11 человек, если бы мне нужно было что-то продавать, я мог бы с ними работать, они бы написали мне спасибо, я бы спросил, как у них дела, чем они занимаются, точнее, я, наверное, зашел на их страницу, посмотрел, чем они занимаются, развил бы тему, и мягко бы перевел к той теме, которая важна мне, и все, то есть вы можете просто даже каждый день работать с именинниками, не продавать им лоб, а мягко подводить теме, и щупать, если видите, что человек сопротивляется, отпустите его, пусть копится доверие, но главное, всегда завершайте разговор позитивом, да? Окей. Активность. Активность, это, наверное, на сегодняшний день, это самая топовая фишка, активность, вот то, как у нас, у нас, у нас она реализована, она закрывает большинство потребностей, потребностей и проблем предпринимателей, большинство, я не знаю, лучшей этой функции для вас, наверное, сейчас нету, это та функция, которую вы должны использовать каждый день, и у вас будет такая возможность, по ней мы, наверное, будем говорить завтра, и, наверное, будет еще отдельный контент по ней, потому что это очень большая функция, то есть то, что я сейчас про другие рассказал коротенько, про активность надо рассказывать больше, способов применения уйма, но основная задача, пока, что вам нужно пояснить, вот смотрите, опять же, мы заходим на такую страницу, допустим, здесь наверху все более-менее приятно, приятная аватарка, кстати, очень хорошая аватарка, вот, 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 вот это срочно убрать, нет, если человек прочитает, это будет отталкивать, не нужно такое писать, вот аватарка здесь очень хорошая, кстати, то есть он видит более-менее располагающее оформление, он проходит вниз, и видит, что здесь, смотрите, 147 лайков, 6 комментариев, шикарно, это смотрится доверительно, а вот здесь, один лайк, ноль комментариев, нету комментариев, нет лайков, нету просмотров, какое здесь может доверие, доверия здесь нет, напрочь человек, адекватный человек уйдет, согласитесь, вы хотите свою команду, сильных людей, активных людей, вам не нужны люди, которые фигней какой-то страдают, вам нужны экспертные, компетентные люди, которые смогут построить с вами серьезные партнерские отношения, ну, давайте будьте чисты, все хотят классных партнеров, которые принесут вам других партнеров, я не прав, поэтому ориентируйтесь на таких людей, а не тех, кого можете подобрать, человек, который сильный, он увидит, что вы ничего из себя не представляете, вас даже никто не комментирует, никто не читает, это подсознание уже зашито, поведенческие факторы, нужно понимать их и применять, если вы не понимаете правила игры, то как вы будете играть в эту игру, поиск клиентов, так вот, при помощи активности, то есть я могу взять вот так, и добавить лайков, какое-то количество, просто я создаю задание, все, задание создано, и такие же люди, как вы, вот видите, если я сейчас зайду в программу, так вот, тут немножко не видно, да, но вот там видно, что внизу 3 дня, и вот там выполнение, люди такие же, как вы, то есть вот вы сейчас находитесь в ЭК-боссе, вот в этой версии, и вот эта функция активности, она работает для вас всех, вы являетесь как и потребителями этой функции, так и исполнителями, то есть если вот сейчас у кого на компьютере, вы зайдете в задание, выполнить задание, и у вас справа появляется вот меню, здесь вы выполняете задание, ну, тут оценка нам сейчас, допустим, неинтересна, вот видите, поставить лайк, вы ставите лайк, все выполнено, вот здесь человек просит комменты, причем видите, здесь уже есть даже готовые комменты, человек постарался и сделал все красиво, все, причем смотрите, какие классные комменты, ну, вам же не сложно написать спасибо на посте, все, вы выбрали коммент, все, выполнили, дальше, ну, тут оценка профиля, сейчас не будем в это вдаваться, все, видите, классно, о, видите, здесь готовые, готовые поздравления, то есть, о, то есть, готовые комментарии, вы это все выполняете, опять, оценка профиля, это нам сейчас неинтересно, вы поняли, да, смысл, то есть, вы являетесь потребителями этой функции и исполнителями, вот, вы ставите лайки и выполняете задание, и что получается, на вашей странице, вот, мы ушли с страницы, надо вернуться, потому что мы сейчас можем посмотреть на исполнение, видите, вот уже лайк кто-то поставил, наверняка это через активность, да, видите, одно выполнение, там внизу плохо видно, но я надеюсь, вы видите, да, уже выполнен лайк, таким образом, у вас на постах всегда будет большое количество лайков и комментариев, прикиньте, это сразу автоматически вам повышает доверие до 100%, ну, то есть, если отсутствие лайков и комментариев это 0%, то количество лайков, это уже в сфере социальных доказательств, у вас, они у вас есть, то есть, это 100% доверие по этому пункту, пунктов много, мы говорим только про социальные доказательства в виде лайков и комментариев, прикиньте, вы ничего можете не делать, это я сейчас вам показал ручное управление активности, а есть автоматическое, у вас есть, опять же, вот там внизу, видите, рычажок автоматизации, если вы включаете, то, когда появляется задание, то вы от вашего имени автоматически его выполняете, вам не нужно выполнять вручную задание, но вручную вы тоже можете выполнять, и когда вы выполняете задание, вам баллы даются, когда ставите свое задание, баллы тратятся, то есть, там есть внутренняя валюта, вот эти баллы, и это не о том, что в активности вам должны, в активности это работает так, что вы помогаете друг другу раскручивать свой контент, свою страницу, либо в автоматическом режиме, либо вручном, понятно, да, и здесь вот прямо серьезно говорю вам, если вы будете нарушать правила активности, мы будем сразу без разговоров вас блокировать, сразу, без выяснения, кто прав, кто виноват, а все правила, они вам написаны, и в видео записаны в момент, когда вы регистрируетесь в активности, будете нарушать, сразу блокируем, и вы потом будете локти кусать, что у вас нет доступа к этой функции, потому что эта функция, она творит, она просто офигительные вещи творит, у нас проводились мероприятия по работе с этой функцией, вы не представляете, каких результатов люди просто добивались благодаря этой функции, она переворачивает все, и мы, естественно, хотим вас научить правильно пользоваться этой функцией, и смотрите, просто на всякий случай, для тех, кто как всегда там далее, 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 совсем согласен, я прямо скажу, потом не говорите, что вы это нигде не слышали, если вы создаете, там самая сложность, это в комментариях, во-первых, вы не должны создавать какой-то запрещенный контент и просить на это лайки, ну, знаете, сейчас запрещенные темы, это там война, там насилие, суицид, наркотики, религия и так далее, нельзя создавать такие посты, есть, как вы уже поняли, социально одобренные темы и социально неодобренные темы, к примеру, все, что относится к MLM, это не совсем социально, ну, давайте будем честны, это не социально одобренная тема, здесь есть такая штука, как круг, круг, вы можете создать свой круг, туда добавить своих последователей, партнеров, друзей, коллег, и ваш контент будет лайкаться и комментироваться внутри этого круга, то есть вы не будете создавать дискомфорт другим пользователям, допустим, кто-то занимается наращиванием ресниц и он не хочет лайкать какие-то другие темы, которые ему не нравятся, и естественно, нам нужно избегать таких острых углов, если у вас тема очень такая специфичная, вам нужно создавать свой круг и туда добавлять аудиторию, и вы друг другу по кругу будете создавать активность, если вы в кругу включаете автоматизацию, то у вас внутри круга автоматизация работает без баллов, то есть вы нон-стопом друг другу ставите лайки и комментируете, как только у вас появляется контент и вы создаете туда задание. Единственное, что при создании заданий, чтобы у вас там всегда были комментарии, вы пишите сами готовые комментарии, то есть вам нужно в задаче создания комментариев написать готовые комментарии, вы их ручками прямо прописываете либо создаете шаблон, и потом их просто постоянно выкладываете. И если вы в этих комментариях пишете какую-то чушь, типа, А, да, вообще я пробую этот продукт, каждый день использую, всем рекомендую, я там заработал кучу денег, это топчик, это нужно всем и так далее, и так далее. Запрещено так писать, потому что это неправда. Любой человек, который так напишет, он получит потом дисгамборд, он потом удалит свой комментарий и на вас пожалуется. Мы вас сразу заблокируем в Экабоссе. Ну, представьте, вы продаете услугу омоложения себя путем 5-литровой клизмы. И еще пост такой, где вы там с этой клизмой стоите и делаете процедуру. И представьте, человек какой-то, опять же, человек, который наращивает ресницы, пишет вам комментарий о том, что постоянно использует вашу услугу. Прикиньте, каково ему будет увидеть такой комментарий под вашим постом от своего имени. Ну, согласитесь, это идиотизм. Поэтому, когда я показывал, как выполнять задание, видели там готовые комментарии? Спасибо, там, пожалуйста, там, классно, супер, интересно, плюсик. Это нейтральные комментарии. И здесь в активности вам нужны комментарии для количества. Никто не будет читать эти комментарии, что там написали. Если вам нужен особый комментарий, вы сделали классный комментарий, поставили туда много лайков, и он будет просто на самом верху у вас висеть. Если вам нужно отработать какие-то возражения при помощи комментариев, но это, опять же, методика уже более высокого уровня, не для ваших страниц. Сейчас вам нужны просто количественно лайки и комментарии. Любые комментарии. Говорю, спасибо, плюсики и так далее. Десять комментариев есть, уже выглядит все гораздо доверительней. Вот только попробуйте потом сказать, что по активности кто-то чего-то не услышал. И кто-то потом будет действительно кусать локти, почему мы заблокировали вас в активности. Вот, мы не будем... То есть, если мы блокируем в активности, то это навсегда. Потом разморозки не будет. Вот, поэтому не нарушайте, пожалуйста, правил. Не нарушайте правил ВК-босс, не нарушайте правил ВК. Делайте то, что соответствует трендам. Все, господа, давайте мы сегодня на этим закончим. Завтра, завтра, если есть какие-то вопросы, давайте, позадавайте. Мы, в принципе, можем поотвечать на них немного. Завтра у нас будет тоже очень интересный день. Сейчас мы по верхушечкам пробежались. Вы можете все это поэкспериментировать, попробовать. Завтра у нас будет посвящен день, опять же, ответам на вопросы, глубоким механикам, алгоритмам ВК, способами, что вам делать дальше со своими страницами. Потому что, говорю, если вы сейчас останетесь на таком же уровне и просто включите ВК-босс, вы будете получать мизерное количество трафика. То есть у вас, перед вами гигантский пирог, и вы от него просто крошечку забираете. Ну зачем это? Давайте работать уже на результат. Давайте перестанем играться в песочнице. В песочнице пойдем за нормальными лидами, как делают это активные предприниматели. Количество слов, символов на вашем уровне не важно. Ваша страница сейчас работает по принципу максимально выжать из своего оформления доверие, чтобы как-то выглядело доверительно. У вас пока не тот уровень, чтобы ВК вам накидывал своего трафика. То есть надо над этим поработать. Хотите высокий уровень, дальше работаем, развиваем вашу страницу, и потом вы уже можете перейти к методикам получения большого трафика через ВК-босс. Пока наша задача минимум. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Почему у меня в приложении и на ПК данные разные, в приложении на телефоне? Юрий, скорее всего, вы поставили две разных версии ВК-босса. У нас просто две разные версии ВК-босса. Классический ВК-босс и версия SE, которая здесь предлагается. Это версия, где мы тестируем новые механики и потом заливаем уже в классическую версию. То есть это не то, что здесь какая-то версия не такая. Например, в этой версии есть мобильная версия, а в классической там еще нет мобильной версии. Поэтому вам нужно просто удалить расширение, которое классическое, скорее всего, у вас. Зайдите там вот наверху, в браузере будет такая кнопочка, тут у вас не видно, но вы на нее нажимаете, и там список ваших расширений, удаляете ВК-босс и ставите с платформы Social Lift, какая ссылочка указана там. Так, какие еще есть вопросы? Как вообще, народ, вы завтра как готовы прийти и действовать? Давайте там десяточки в чатик. Готовы ли завтра продолжать бороздить вот этот необъятный космос и получать классный инструмент? Ну, то есть, или напишите как бы, ну, то есть, что не готовы пока. Не готовы – тяжело. Я лично думаю, что все хотят получать лиды, причем на автомате, потому что вот, к примеру, 100 лидов через таргетинговую рекламу, вам пойдется где-то 25-50 тысяч. ВК-босс стоит тысяч рублей в месяц. Ну, камон. Один раз настроили страницу – экономите каждый день гигантские бабки. Спасибо за ваши десятки. Ух, тяжко, конечно, столько рассказывать. Завтра, ребята, давайте увидимся. Вопросики в чате пишите. Там у нас есть группа в Телеграме, и там есть люди, которые помогают. Я иногда заглядываю. Извините, если я не успеваю всем отвечать. Поверьте, у меня столько задач. Мы там сейчас и трекбуст ведем, и еще у нас другие мероприятия. Это как раз мы, где работаем с топ-лидерами разных компаний. Там у нас вот топ-лидеров Аберлик есть. В общем, с разными предпринимателями. Я уже даже на секунду забыл, с какими компаниями мы сейчас работаем, потому что немножко подустал. Да, все, господа. Всем огромное спасибо. Я буду очень рад, если вы наберете себе силы двигаться именно дальше по развитию. Я хочу работать с теми людьми, которые готовы двигаться и развивать свой ВК. Мы этим людям, вам, будем помогать, и дальше с вами пройдем определенный путь. До момента, как вы почувствуете, что пока вам надо остановиться и немножко там посидеть. Для тех людей, кто не готов, ну, то есть я не знаю, зачем вам вообще ходить на эти вебинары, я все-таки предлагаю присоединиться к людям, которые хотят классный инструмент по получению лидов и там не ворчать, а сидеть и делать, что говорят умные дядьки, да. Ну, блин, давайте как бы будем серьезные в этом плане. Вот, всем спасибо, всем до завтра, увидимся. С вами был Константин Нок, ВК-босс. И помните, пока ВК-босс работает, вы зарабатываете деньги и отдыхаете. Все, пока.